Меня зовут Сергей Мельников, я из компании Dextra Markets, и я сегодня представляю сегодняшнего нашего спикера Александр Ланцов из компании Mir Platform. Давайте похлопаем ему. И перед тем, как мы начнем, Саша, наверное, мы с тобой занимались проблемами прогрева виртуальной машины долгие годы. Как тебе кажется, вроде бы все уже там изобретено, зачем вот еще опять по-больному ходить? Ну, это для нас с тобой по-больному, мы с тобой как бы писали всяких там роботов на джаве, которые торгуют, а вот люди могут не знать, что на самом деле проблема прогрева может привести к иногда катастрофическим последствиям. Ну, это все роботы, но как это, наверное, как бы это показать необходимость знания этого не только тем, кто пишет роботов? Вот будет ли что-то там действительно настоящее, полезное что-то? Да, мы сегодня не только про роботов поговорим, но на самом деле вот эту тему про прогрев джавы обсудим с разных углов вообще и с разных концепций. Окей, выглядит так, что мы готовы начинать. Перед тем, как мы начнем, друзья мои, хочу обратить внимание на QR-код, просьба залогиниться и задавать свои вопросы там. Я буду их читать, мониторить и, кажется, все наши организационные моменты пройдены, так что давайте начинать. Александр, прошу, рассказывай, как же прогревать виртуальную машину. Спасибо. Всем еще раз добрый день. Меня зовут Саша Ланцов. Я разработчик в Мир Платформ. Я занимаюсь разработкой и оптимизацией платежной системы Мир. А до этого, собственно, занимался таким, на первый взгляд, бессмысленным делом, как написание алготрейных приложений на джаве. То есть они торговали на бирже. И поэтому, в общем-то, мне приходилось сталкиваться с разными проблемами в джаве. Мы связаны с многопоточностью, с low latency кодом. Ну и еще одна из проблем – это, собственно, прогрев джава-машины. И давайте, собственно, сначала вообще определимся, о чем мы будем с вами разговаривать. Определимся с некоторыми критериями оценивания. Ну и, в общем-то, история вполне известная. Когда мы пишем что-нибудь под OpenJDK, у нас типичная произведение приложения, если мы будем за ней смотреть, она у нас не одинаковая всегда. Вот у нас по горизонтальной оси здесь время работы приложения, то есть оно все работает и работает. А по вертикальной оси, вот если мы, не знаю, если у нас система, например, обрабатывает какие-нибудь пользовательские запросы, и запросы все время более-менее одинаковые, и мы будем отслеживать, сколько у нас заняло времени обработка очередного пользовательского запроса, то если мы это время отложим на графике, то у нас вначале время какое-то большое, потом оно становится все меньше, 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 и выходит на некоторое плато. В чем причина такого поведения? В общем-то, тоже давно хорошо известна. Первая причина — это то, что у нас на старте, когда мы каким-то классом обращаемся, мы их загружаем, инициализируем. Это, в общем-то, довольно такой продолжительный процесс. Ну, а вторая часть связана с тем, что, как известно, все наши приложения под OpenJDK, они работают не сразу на максимальной скорости. Они начинают работу в режиме интерпретации байт-кода, и только со временем, когда мы наберем какую-то статистику, запрофилируем код, весь этот код будет скомпилирован уже в машинный код, который работает быстрее. Собственно, кажется, что на этом графике можно выделить некоторые точки характерные. И первую точку я назвал Time to Performance. Это как раз-таки характерное время, сколько у нас уходит от старта до момента, когда приложение вышло на некоторое плато производительности. А вторая точка — это, собственно, получившаяся наша максимальная производительность. Ее можно замерять по-разному. Можно замерять, сколько у нас времени уходит на обработку одного запроса в прогретом режиме. Ну или можно замерять в, собственно, пропускной способности. Тут уже, на самом деле, можно так, можно так делать. Ага. Получается, критерии оценивают у нас следующие. Первое, как мы говорили, Time to Performance. Он измеряется во времени. Сколько у нас ушло времени на то, чтобы выйти на пиковую производительность. Ну и кажется, что хочет, чтобы это время было поменьше, потому что чем быстрее наше приложение разогреется, тем быстрее оно будет обрабатывать наши запросы, тем все будет эффективнее работать. А вторая метрика — я вот говорил, что ее можно по-разному формулировать. Я вот здесь написал, что у нас пиковая пропускная способность. То есть сколько мы вообще работы в единицу времени можем исполнять. Соответственно, чем эта цифра больше, тем лучше. Ну и нам хочется, чтобы после прогрева эта цифра получилась бы побольше, потому что мы же все любим, когда у нас в конце приложение заоптимизировалось. Ну и я добавлю от себя еще третью метрику, которая вообще ни в чем не измеряется. Она абсолютно субъективная. Это сложность решения. Почему? Потому что мы чуть позже будем рассматривать разные методики вообще подхода к проблеме прогрева. И мы поймем, что это все зависит от вашего проекта. Например, если у вас какой-то там сложный монолит, в котором используются какие-нибудь, скажем так, нестандартные библиотеки, у вас могут быть одни сложности. А когда вы пишете все с нуля, у вас есть какие-то другие подходы, типа там аут-компиляции. Поэтому давайте попробуем понять вообще, в каких контекстах эта проблема возникает. Ну, первое, что сразу приходит новым, это всякие бессерверные вычисления. Когда у нас там есть какая-нибудь лямбдочка, которая вызывается на сервере по запросу. Соответственно, чем дольше она работает, тем больше мы платим денег. И очевидно, что если она стартует очень медленно, там как-то в режиме интерпретации, мы за все это платим денежки. А нам хочется, чтобы она сразу работала на максимальной скорости. То есть, когда у нас какие-то бессерверные вычисления, это прям влияет на наши косты непосредственно. Долгий прогрев приложения. Другой пример — это для каких-нибудь супербольших бэкэндов, где очень большая нагрузка. Соответственно, там новые инстансы создаются в зависимости от нагрузки. К нам пришло очень много пользователей неожиданно. Мы создали несколько новых инстансов виртуальной машины. Но они же не прогреты. То есть, кажется, что как-то это обидно. Потому что, с одной стороны, у нас прямо сейчас работают инстансы приложений, которые уже сжидкомпилированы, которые работают на максимальной скорости. А с другой стороны, мы только что запустили несколько таких же приложений, но они в интерпретации, они медленные. А нам как бы и так сейчас тяжело, потому что нам и так пришло куча пользователей. Поэтому кажется, что вот в этом случае нам надо, чтобы новые приложения создавались такими же быстрыми, как существующие инстансы. Ну, еще один такой пример. Это уже какие-то командные утилиты. В принципе, кажется, что тоже сценарий использования все время один и тот же. Поэтому зачем вот эту статистику собирать? Почему бы ей как-то не сохранить, может быть, один раз? Зачем это все прогревать заново? Ну, и такой самый последний случай, с которым я чаще всего работал, это алготрейдинг. Если коротко, в чем там основная проблема? В том, что вы торгуете с реальной биржей. На бирже торгуют очень много людей одновременно с вами. И вы не можете там просто ждать, пока вы там на биржу отправите, например, 10 тысяч каких-то приказов на покупку или продажу в режиме интерпретации очень медленно. Потому что вас все обгонят. Соответственно, вам очень желательно, чтобы ваш код прямо с первого раза уже работал на максимальной скорости. Ну, и получается, что на самом деле прогрев-то он не один какой-то, а очень сильно, существенно зависит от вашей задачи. То есть, в зависимости от приложения, на самом деле прогрев нужен разный. Из этого следует другой вывод, что методики вообще решения этой проблемы прогрева, они тоже очень разные. Давайте посмотрим на некоторые из них. Ну, сразу, если есть кто-то, кто не очень любит Java, а любит про C++, он бы мог поднять руку и сказать, нафига вообще писать все на... Спасибо, Сергей. Зачем вообще все писать на Java, если можно все переписать на каком-то ауткомпилируемом языке? В принципе, подход логичный, да, но не всегда это, скажем так, возможно. Потому что иногда, например, пишут алготрейнговую систему на Java, где не нужны требования на latency, очень большие в начале, а потом она так развивается, что эти требования у вас неожиданно появляются, и вы не можете писать все заново с нуля. Вам надо как-то перейти вот в эту стадию ауткомпиляции последовательно. Есть всякие подходы к этому, например, там, переписывать некоторые куски на C++ и связывать их через какой-нибудь фреймворк типа Airona или Chronicle Queue. Это такие all-atency фреймворки. Но, в общем, если про первые два пункта, скажем так, это не всегда возможно с вашим существующим кодом. Но остальные варианты — это вот использование флага GVM, ручной прогрев, всякий там экзотический GVM и, наконец, технология CRAC, про них мы поговорим чуть позже. Но про что мы сегодня не будем разговаривать? Как я вам на старте говорил, проблема прогрева берется из двух частей. Она берется из того, что мы загружаем классы, вот там их инициализируем, это все долгое время занимает, и, соответственно, сбор и джет-компиляция нашего кода. Мы сегодня вот про первую часть, про загрузку и инициализацию классов не будем говорить. Поэтому вот там класс data sharing и прочие технологии, про них не будем рассказывать. И, соответственно, первые два подхода, на самом деле, как я только что рассказал, они не всегда применимы. Скажем, если вы начинаете с нуля, возможно, для вас это рабочий вариант. Но иногда это невозможно воспользоваться этим. Поэтому мы сосредоточим свое внимание вот на этих четырех вариантах. Давайте, собственно, начнем двигаться по этому плану. Ну, первый пункт — это использование флагов JVM. И кажется, что это самый такой, на первый взгляд, очевидный способ подойти к проблеме. Потому что в Java уже куча ручек для управления джет-компиляцией. И кажется, что... Ну, мы пока не знаем, какой у нас получится time-to-performance и пиковая производительность по итогам. Но кажется, что со сложностью решения все будет очень просто. Потому что нам же не надо свой код менять. Мы просто там парочку флажков выставили, перевыставили, перезапустили в JVM, и все будет классно работать. И вот для того, чтобы на, собственно, все это посмотреть, нам нужен какой-то пример. Очевидно, что все очень зависит от вашего кода. Вам все это надо бенчмаркать на вашем коде. Но чтобы у нас был некоторый рефенс, на котором мы будем сейчас ориентироваться, я вот взял бенчмарк, называется Renaissance Benchmark Suite. Через него любят сравнивать производительность разных JVM. Я вот знаю, что на сайте Azula они вполне сравнивали свою реализацию JVM с другими. Поэтому, конечно, этот бенчмарк нормальный. Но и внутри у него тоже очень много разных бенчмарков. Поэтому я выбрал один некоторый. Ну, скажем, характерная картинка, которую мы сейчас рассмотрим, она качественно будет везде одна и та же. Поэтому я просто выбрал такой бенчмарк. Что это за бенчмарк такой? Есть задача кластеризации, комминс называется, когда у нас есть множество точек некластеризированное. Нам надо построить несколько кластеров кластеризированных точек. И, собственно, есть вот такой бенчмарк у них, который на вход принимает, собственно, множество точек. И в конце выдает, каким кластерам эти точки принадлежат. И давайте вот что будем делать. Возьмем один instance JVM. Будем в нем вызывать вот этот вот Java комминс. От одного и того же набора данных, но на непрогретой JVM. И будем замерять, сколько у нас времени занимает итерация вот этого полного решения задачи каждый раз. Ну и вот, чтобы было понятно, о чем я говорю. Вот типичный график. То есть обычная JVM, общность DKEY 17. Здесь вот график. По горизонтальной оси у нас количество итераций. То есть мы в одной и той же JVM вызываем этот бенчмарк раз за разом. А по вертикальной оси у нас, собственно, время решения. То есть за сколько времени вот этот вот Java комминс, собственно, вот эти все точки распилил на разные кластеры. Ну и смотрите, здесь вот кривая, которая очень похожа на то, о чем я говорил на старте. Вначале у нас какие-то точки с большим временем, потом они все меньше-меньше-меньше становятся и выходят на некоторое плато. Тут есть всякие выбросы, связанные с тем, что я... Ну, в общем, машина, на которой вы делаете такие бенчмарки, очень хорошо настраивает там и power consumption выставлять, и всякие такие штуки. Что-то я выставил, что-то не очень до конца выставил. Но тем не менее, в плане плато это вот... Ну, оно выходит на такое плато, оно больше потом после этого не меняется. Соответственно, давайте мы все эти точки заменим кривой. Ну и вот на стандартных настройках, это просто как наш бейзлайн, на который мы будем в дальнейшем ориентироваться, у нас что получилось? Получилось, что time to performance, то есть вот это время выхода на это плато, где-то 2000 итераций, а пиковая производительность, в данном случае она замеряется в том, сколько времени ушло на одну итерацию решения, получилось где-то 44 микросекунды. Ну и давайте теперь посмотрим вообще, можно ли с помощью флажков как-то эту кривую изменить, улучшить ее. И вот почему-то я, скажем, я алготрейнгом занимался не на одной работе, и вот на некоторых из них я встречал очень странную такую вещь, вот такую вот вещь, как выставление флага compile threshold равной единичке. В общем, в чем логика этого флага? Как вы знаете, у нас интерпретируемый код компилируется в машинной после набора какой-то статистики, то есть наш код должен быть вызван несколько раз. Ну, как минимум несколько, а на самом деле там десятки, тысячи итераций должны пройти. Когда мы ставим этот флаг в единичку, мы как будто бы хотим сказать джент-компилятору, что давай-ка ты будешь все компилировать при первой итерации, при первом обращении к этому всему. Ну, и тут есть две новости. Первая новость — это то, что это с давних времен не работает. Тем не менее, я все еще умудряюсь находить вот эту вот штуку в некоторых существующих проектах. Мне кажется, что где-то на Stack Overflow вот эта вот написана вещь, и она уже давным-давно устарела, но тем не менее люди ей пользуются. Но вторая новость — то, что я нашел, скажем так, непосредственно аналог того, что можно сделать было бы здесь. Давайте посмотрим, как он будет работать. Да, прежде чем мы про это говорим, давайте я напомню. У нас в Java сначала код начинает работать в режиме интерпретации, это так называемый нулевой тайр, и со временем, когда мы какой-то код выполняем все чаще и чаще, он компилируется сначала в C1 без профилирования, затем подключается дополнительное профилирование, и в конце концов мы компилируем все C2-компилятором серверным. Это мы, конечно, говорим про OpenJDK. И со стороны кажется, что C2-компилятор, он же самый крутой, он компилирует лучше всего, поэтому нельзя ли вот эти все шаги пропустить, нельзя ли компилировать сразу в C2. Ну и на самом деле можно. Можно комбинация флешков, причем она не очень сложная. Когда мы отключаем многоступенчатую компиляцию, у нас сразу мы компилируем в C2, а вот флешком xBatch и xComp мы заставляем компилятор компилировать наш код из интерпретированной машины при первом обращении и прям сразу на месте. Мы не будем это делать в каком-то стороннем потоке. И кажется, что это как раз то, чего люди хотели достичь, выставляя compile threshold равный единичке, который уже не работает. Ну и давайте посмотрим, насколько это работает на самом деле. Да, вот, когда в этот флаг и поставили, мы все компилировали только в C2 уровень. И давайте запускать Java Commins. Java Commins, я назвал вот этот режим C2 ASAP, потому что мы компилируем в C2 сразу как можем. И смотрите-ка, кажется, что все классно, потому что у нас получилась горизонтальная прямая. То есть мы сразу вышли на пик производительности. Кажется, что все должно быть здорово. Но не совсем. Несмотря на то, что time to performance получился действительно буквально там с первых итераций, мы вышли на плато, и оно больше после этого не меняется. Вот только пиковая производительность оказалась гораздо хуже, чем у нас было на дефолтных настройках. Целых 125 микросекунд. Я напомню, на дефолтах у нас было 44 микросекунды. И что еще интересно, это то, что вот тут для этого графика просто не хватит точки для первой итерации, когда мы, собственно, весь наш код обращаемся к нему в первый раз. Это целых 140 миллисекунд. А у нас характерные времена здесь микросекунды. То есть это в тысячи раз больше. И кажется, что compile threshold равный единичкой, ну или режим C2 ASAP, такой же аналогичный, это плохой совет. Им, короче, пользоваться не надо. Несмотря на то, что он где-то указан на том, что вы можете прогреть с UGM быстрее использовать этот флажок. Это не совсем так. Да, вот давайте заменим это зеленой линией и для референса изобразим наши дефолтные настройки. Ну вот видно, что несмотря на то, что у нас вначале красный график выше, чем зеленый, то есть мы выполняем первые итерации дольше, мы очень быстро выходим на плато производительности, которое гораздо ниже, чем у зеленого графика. Ну, кажется, что можно отложить флажки в сторону, но не совсем. Есть еще более осмысленная вещь, когда мы, по сути, отключаем ступенчатую компиляцию, потому что мы ее ограничиваем только на уровне C1. То есть мы оставляем только компиляцию в уровне C1 без дополнительного профилирования, и мы не компилируем в C2. И, в общем-то, ну это такой довольно, ну скажем, не устаревший совет, потому что им там рекомендуют пользоваться в оптимизации запуска AWS LAMP, которые тоже не прогреты. Давайте посмотрим, как это работает. Собственно, да, если мы запускаем в таком режиме, то у нас все еще код сначала работает в режиме интерпретации, а потом переходит в C1 без профилирования. То есть в C2 мы как будто бы не идем. И как будто бы это должен быть, ну, не самый лучший вариант, потому что мы уже не пользуемся C2-компилятором, а мы пользуемся C1-компилятором. Давайте посмотрим этот же наш бенчмарк Java Commence уже в режиме, когда мы используем только C1-компилятор, ну или режим интерпретации тоже. Все тоже количество итераций на горизонтальной оси, на вертикальное время решения. И у нас получилась такая вот кривая. Вначале у нее тоже вот есть вот эти вот точки, где итерации занимают много времени, и потом мы выходим на некоторое плато производительности. То есть это качественно похоже на первую картинку, дефолтные настройки. Вот только тайм-то-перформанс у нас получился меньше. Он получился всего лишь 500 итераций, а на дефолтных настройках у нас было 2000. А пиковая производительность получилась 80 микросекунд. И это, кстати, довольно интересный результат, если так на него посмотреть и сравнить с тем, что у нас было. Потому что кажется, что C2, когда мы компилируем в режиме C2, он же такой крутой компилятор, оптимизирующий. Но проблема в том, что у меня нет никакой статистики. Поэтому получившаяся пиковая производительность оказалась даже хуже, чем когда мы использовали только C1 компилятор. Включается, из этого можно какие выводы сделать? Ну, так, давайте переключим. Да. Какие из этого можно сделать выводы? Ну, во-первых, не надо пользоваться всякими там устаревшими советами, типа CompileThreshold1. Даже если вы хотите что-то похожее, если вы, собственно, набираете какую-то статистику, вы не можете заставить ваш же компилятор компилировать в оптимальном режиме. Соответственно, на самом деле, даже компиляция в C2 без сбора какой-то статистики это тоже не очень хорошая идея. А вот, когда вы становитесь на C1, иногда это применимо. Например, для сценария какими-то бесервированных вычислений на короткоживущих функциях, когда вы просто физически не сможете набрать достаточной статистики для того, чтобы скомпилироваться в C2. И C1 надпрофилированно дает вполне себе нормальные результаты, когда это вот какие-то небольшие нагрузки. Так, ну и получается, что на самом деле просто выставить флаги и ничего не делать не получится. Тем не менее, есть какие-то вот ограничения. Поэтому давайте смотреть на другие решения. Ну и второе решение — это ручной прогрев. В чем его идея? Вот у нас есть замечательное приложение на Java написанное, которое занимается алготрейдингом. Но прежде чем оно пойдет на реальную биржу и начнет торговать, и сливать деньги из-за этого, потому что оно не прогретое, мы что сделаем? Мы прогенерируем некую синтетическую нагрузку, заставим его, скажем, отправлять ордера куда-то. Главное, чтобы это была не настоящая биржа. И только после того, как мы эту нагрузку прогрузим, у нас, собственно, весь ход горячий сжидкомпилируется, и мы будем с ним работать. И только после того, как мы прогрелись, мы переходим уже в режим настоящей работы и работаем с настоящей биржей. Ну, как бы это можно было бы написать в таком полупсевдокоде? Вот у нас есть компонент системы, который отвечает, собственно, за отправку приказов о покупке-продаже чего-то на биржу. И у него есть два состояния. Первое — когда мы в режиме прогрева. И очевидно, что когда мы в режиме прогрева, то никакие ордера никуда не надо слать, потому что они не настоящие. Мы их создали, чтобы сгенерировать вот эту нагрузку и сжидкомпилировать все. И только в случае, если система уже вышла из состояния вармапа, мы переходим в настоящую работу. И вот кажется, что с этим всем должно все работать, но не совсем так, потому что когда мы пишем такие прогревы, можно очень легко ошибиться. В Java есть такая вещь, как спекулятивная оптимизация. Их очень много, превеликое множество. Мы, конечно же, их вообще там не будем рассматривать, кроме одного примера. Есть пример, когда, если у нас одна из ветка IFA все время выполняется в 100% случаях при сборе статистики, джидкомпилятор считает, что мы будем именно в эту ветку в дальнейшем и переходить. Весь вот этот вот код, который в этой ветке есть, он его оставляет. А вот в том месте, где у нас была вторая ветка IFA, которая, по сути, судя по статистике, она никогда не вызывается, джидкомпилятор решает. Он вставляет туда вместо вашего вызова такую вещь, как uncommon trap. Я вот здесь это написал вызовом. На самом деле это не совсем вызов, это там некоторые инструкции. Что это за uncommon trap такое? По сути, это просто сигнал о том, что спекулятивная оптимизация, которая была в джидкомпиляторе, она больше не валидна. И это значит, что весь тот код, который был наоптимизирован, он больше не валиден. И значит, надо начинать все с нуля. Когда мы в этот uncommon trap наступаем, у нас приходит обратный откат в интерпретатор. Мы начинаем набирать всю статистику с самого начала. И получается, несмотря на то, что мы думали, что мы нашу систему прогрели, это совсем не так. Потому что когда мы ее переключим на настоящую биржу, прогрев развалится. В этом, в общем-то, и есть вся проблема. Прогрев рабочая методология, но очень хрупкая. Потому что вам, помимо того, что вам надо ваш код, который там что-то делает, например, торгует, хорошо писать, вам еще и надо следить, какие у вас спекулятивные оптимизации происходят в результате вот этого вашего вручного прогрева. И вообще, насколько ваш прогрев, он адекватен ситуации. И может это казаться вообще бесполезной работой. Соответственно, прогрев — это методология, с одной стороны, рабочая, но с другой — очень-очень хрупкая. И требующая колоссальной сосредоточенности на том, что у вас получается. Но есть некоторые другие варианты. Например, есть использование экзотических GVM. Есть Alibaba Dragonwell с технологией GVMap. Есть технология от Azul в Azul Prime Platform. Я с ней когда-то работал как раз-таки. У них есть технология ReadyNow. И если очень грубо, про что эта вся технология? Мы можем... Вот у нас собирается статистика для джит-компиляции. Мы при рестарте ее теряем. И кажется, что это обидно, потому что почему ее не можем использовать с прошлого запуска? Соответственно, в таких GVM есть два режима работы. Первый режим работы — это сохранение профиля некоторого. То есть когда вы запустите на этот GVM ваш код и укажете в флажках, чтобы ваша статистика записывалась в некоторый файлик, то когда вы сделаете нагрузку на этот сервер, вся вот эта статистическая информация о джит-компиляциях попадет в этот файлик, называемый профилем. И это первый режим запуска, когда вы сохраняете информацию в профиле. Соответственно, когда вам надо всем этим пользоваться на реальном продакшене, вы можете запуститься во втором режиме и, используя вот эту статистику из информации с профилем, сразу ее подать на старте в эту GVM, и она сразу уже будет иметь в виду, какие методы у нее горячие, какие не горячие, и как надо оптимизировать. Я с этой технологией работал, собственно, это все действительно работает. Есть, правда, одно ограничение, то, что, насколько я знаю, у них по лицензионным ограничениям нельзя мячмарки показывать без согласования с ними, что я не сделал. Но я скажу так, это работает. Поэтому, да, это работает, но, с другой стороны, есть что? Ну, это экзотический GVM, да? То есть кто-нибудь из вас вообще работал с Alibaboy или Azul? Ну, очевидно, да. Хорошо, ну, совсем мало людей. Добавок, Azul — это платная технология, именно, которая содержит Radinal, а от Alibaboy довольно все-таки экзотическая GVM. Мало кто рискует ими пользоваться на самом деле. Но не так давно, не так давно, появился еще один проект в Java. Он называется Coordinate Restored Checkpoint, или по-другому, Crack. Он доступен, например, в билдах OpenJDK на сайте Azul, потому что они собирают свою OpenJDK с поддержкой этой технологии. Чтобы понять, о чем эта технология, нам надо посмотреть на некоторую другую технологию, которую Crack использует внутри себя. В ядре Linux очень давно существует такая технология, как Coordinated Restore in User Space. И основная идея этого проекта стоит в том, что любой ваш пользовательский процесс, который работает, вы можете мгновенно заморозить в виде набора некоторых файлов. И в этом файле у вас будет моментальный снапшот всей вашей системы, которую вы замораживаете. То есть там будет полное содержимое памяти, все состояние трудов, которые у вас работали в этот момент. И вы, когда этот файлик сохраните куда-то, в какое-то место, вы потом из этого же файлика можете восстановить свой процесс спустя какое-то подложительное время или даже на другой какой-то физической машине, и он как будто бы ничего не заметит. Он начнет работать так же, как он работал до этого. Ну, собственно, его название отражает его идею. Coordinated Restore in User Space. И Крак — это технология, которая использует внутри себя сейчас как раз-таки Крио. Это некоторая адаптация этой технологии для Джавы. Есть некоторая проблема. Все наши Джава-приложения работают не сами по себе, они взаимодействуют с какими-то системами. Ну, например, там, не знаю, пишут файлики, пишут куда-нибудь в сеть, в открытый сокет, что-нибудь такое. И когда вы сохраните снапшот мгновенно и восстановитесь из него, ну, не факт же, что то, с чем вы работали, оно вообще будет спустя какое-то время готово работать с вами в том же самом состоянии. То есть не факт, что вы вообще вот этот протокол работы с внешней системой не нарушите, когда будете восстанавливаться. Поэтому нужна некоторая процедура, называемая координацией. Поэтому Crack внутри себя слово coordinated и содержит. У приложения должна быть, Джава-приложения должна быть возможность реагировать на процедуру сохранения в снапшот и восстановления из этого снапшота. Соответственно, когда наше приложение работает с этой технологией Crack, и мы хотим записать образ, приложение получает некоторую нотификацию, на которую оно может отреагировать. И похендлить эту ситуацию, например, поработать с ресурсами. Соответственно, спустя какое-то время, когда мы из получившегося образа восстанавливаемся, мы получаем другое уведомление о том, что мы начали загружаться из образа, и мы можем опять же нашу работу с ресурсами как-то похендлить. И кажется, что Crack для прогрева тоже вполне себе подходит. Почему? Потому что если у нас есть уже прогретая GVM, которая уже сейчас работает, мы просто снимаем с нее снапшот. Когда мы из нее будем восстанавливаться, мы же восстановим полное содержимое памяти, не только HIPAA. То есть мы восстановим всю статистику джет-компиляции, собственно, весь скомпилированный код, как будто бы наша Java-машина, она будет уже с самого начала прогрета. Собственно, кажется, что для прогрева это подходит, но вот мы только что узнали, что нужна определенная работа с ресурсами. И эта работа с ресурсами, она на данный момент имплементируется через Crack API, очень простое. Вот у нас есть класс MyServer, который имплементирует так называемый ресурс. У него внутри есть, собственно, тот ресурс, которым мы будем работать. Это вот там какой-нибудь, например, JT-сервер. Он держит открытые серверные сокеты. Соответственно, если вы пытаетесь снять снапшот через Crack в тот момент, когда он держит эти сокеты открытыми, Crack вам в этом откажет. Он скажет, что у меня есть открытый ресурс, надо бы похендлить работу с ним. Поэтому вам надо написать некоторый дополнительный код, а именно код, который обрабатывает ситуацию сохранения в чекпоинт, и там вы должны работать с этими ресурсами закрыть. Ну, например, в случае сервера просто вызвать метод стоп. А когда вы будете восстанавливаться из снапшота, вам надо вызвать обратно процедуру рестарта с сервера, чтобы он снова поднял все серверные сокеты и все работало так, как прежде. Ну и надо будет не забыть весь этот ресурс, зарегистрировать в некотором менеджере, чтобы он всем этим управлял. И, соответственно, если вы все эти три комбинации сделаете, то ваше приложение будет поддерживать крак и может будет и сохраняться в образе, и восстанавливаться из него. Давайте посмотрим на некоторые результаты, собственно, из ребят, которые эту технологию сначала имплементировали. То есть что они сделали? Они взяли там Spring Boot, Quarkus, еще некоторые приложения, которые XML-ки обрабатывают, и сравнивали время старта, то есть мы запускаем JVM и замеряем время, сколько у нас займет времени до первой обработанной транзакции или операции того, что мы восстанавливаем. И, собственно, когда мы стартуем на обычный OpenJDK, ну, все, в принципе, понятно, особенно в случае какого-нибудь Spring Boot. Мы очень долго стартуем. Вот здесь на графике видно, что мы стартуем там почти четыре секунды. Но если мы снимем образ этого приложения и восстановимся из него позже, то время драматически уменьшается. Вот в случае Spring Boot А получается там 38 миллисекунд. То есть довольно существенное, кажется, изменение. Но это же их метрики, поэтому давайте попробуем что-нибудь воспроизвести. Я, собственно, взял вот такой пример, немножко другой. Пример про консольные утилиты. Есть такой язык как Clojure. Я не знаю, наверное, кто-то про него знает, кто-то нет. У него есть REPL, то есть это командная утилита. Вы запускаете этот REPL, вы можете там всякие выражения вводить, вычислять и так далее. Есть одна небольшая, ну не то что проблемка, но особенность, что этот REPL довольно долго стартует, потому что у него внутри есть всякая инициализация вот этих Clojure внутренних всяких классов и прочего. И вот если просто запустить этот Clojure и попросить его сразу на старте выйти, то есть первая же команда, которую он выполняет после запуска своего успешного, это выход. Вот у меня получилось на тачке, что юзертайм почти полсекунды. А это довольно быстрая, кстати, машина. То есть тут M.2 SSD, быстрый процессор. В общем, у людей с машинами похуже, там и секунды бывает, и две. И кажется, что эту проблему можно решить через CRAC. Каким образом? Если мы запускаемся через CRAC, то мы можем, когда вот этот наш Clojure неспешно стартанет, самая первая команда у него попросить, собственно, сохранить его состояние в CRAC-овский снапшот. Что мы и делаем здесь. И затем, когда нам нужен REPL, вместо того, чтобы начинать все с самого нуля, мы просто восстанавливаемся из этого образа. То есть вот мы этой командочкой восстанавливаемся из образа и вызываем первую команду, просто выход, ну замеряем то же самое время, сколько она занимает. И смотрите, получилось уже по юзертайму уже даже не сотни миллисекунд, а десятки. Всего лишь 17 миллисекунд. А было, я напомню, у нас в районе половины секунды. То есть довольно таково продолжительное время. Ну и есть еще один сценарий использования CRAC-а, тоже, который, очевидно, приходит в голову. Это, собственно, в случае масштабируемых приложений. Если у нас есть какое-то автомасштабирование, у нас теперь единицей диплоя является не, собственно, жарник там какой-то, который мы разворачиваем, или докер образ, а вот этот образ. Соответственно, когда нам надо, мы образ сохраняем. Причем сохранять его надо в каком-то специально защищенном месте. Почему? Потому что образ, он содержит внутри себя все. То есть всю память, все состояние трудов. И, ну, в общем-то, его надо охранять точно так же, как хипидамп какой-нибудь. Иначе там можно что-то, чего не хотелось бы вспалить, показать. Поэтому сохраняем наш образ в хранилище образов. А когда нам надо создавать новый институт наших приложений, мы вместо того, чтобы стартовать их с нуля, мы теперь развертываем их из образа. И вот эти вот приложения, которые у нас стартуют, они уже сразу такие прогретые, горячие и работают на максимальной скорости. Ну, а, конечно же, это потребует изменения уже схемы самого диплоя. То есть довольно-таки вроде бы большая инфраструктурная работа. Давайте порезюмируем. Значит, что мы узнали? Мы вообще узнали, что в Java иногда есть проблема прогрева, иногда она, ну, скажем, критичная. Иногда, конечно, не очень, но иногда она бывает очень критичной. И в случае, когда она критична, приходится прибегать к разным методикам решения этой проблемы. Во-первых, мы узнали, что в Java есть там флажки, связанные с жидкомпиляцией, но бездумно их просто так ставить по советам из интернета не стоит. Потому что, во-первых, советы могут устареть, во-вторых, вы можете получить совсем не то, чего хотели. В общем, флаги, это кажется, что решение простое, но на самом деле может вести к очень далеко ведущим последствиям. Мы узнали про ручной прогрев, что код можно прогреть руками, действительно, но есть риск нарваться на какие-то спекулятивные оптимизации, которые отвалятся в тот момент, когда мы захотим перейти из прогретого, вот этого ручного прогрева в режим настоящей работы. Поэтому это требует тоже пристального внимания. Мы узнали про всяческие экзотические GVM, которые могут сохранять эту статистику джет-компиляции с прошлых запусков. И, в принципе, это технологии рабочие, но эти GVM-ки экзотические. Мы на самом старте поговорили, что иногда все-таки, когда мы решили все переписать на какой-нибудь C++, можно это делать последовательно. Например, переписывать какие-то отдельные части, используя специальные latency framework для связывания частей на Java и частей на C++. Ну и, наконец, мы поговорили про технологию Crack, что, на мой взгляд, очень похоже на QuickSave в каких-нибудь игрушках. То есть мы просто быстро сохранили наш образ и восстановились из него. Причем можем восстановить образ как и один, так и множество на разных машинах. Но, к сожалению, это требует некоторого изменения кода с вашей стороны. Причем не только с вашей стороны, но и всех библиотек, которые у вас используются. Они тоже должны хендлить работу с ресурсами. Ну и сам последний вывод какой? Что, к сожалению, для прогрева какого-то ультимативного одного решения нету, потому что все очень сильно зависит и от вашей прикладной задачи, и от того, какое вы решение возьмете. Но, зная вот этот весь арсенал решений, я думаю, что если у вас возникнет проблема прогрева, вы сможете выбрать правильный инструмент. Всем спасибо. Так, спасибо, Александр, за интересный доклад. Было очень интересно. И у нас есть несколько минут, почти десять минут для того, чтобы поотвечать на вопросы. Да, еще про призы можно сказать. Точно. Да, у нас еще есть небольшие призы от компании МирПлатформ. Соответственно, у кого самые лучшие и интересные вопросы, мы дадим небольшие презенты. Так, вот, собственно говоря, призы. Давайте, наверное, с вопросов из зала. Вот у нас вот тут вот был первый вопрос. Да. Так, а можно попросить с микрофоном подойти? Алло. Добрый день, спасибо за доклад. Вопрос. В GVM OpenG9 существует технология распределенного JIT-компилятора, в том числе, которая позволяет кэшировать скомпилированный код. Смотрели ли на это? Может, какие-то комментарии? Ну, я знаю точно, что у Азула есть такая технология, которая позволяет прямо в облаке расшаривать этот JIT-кэш. Ну, скажем, я лично вот ее не использовал, потому что нам хватало ради-нау, ручного прогрева, всех этих комбинаций. Но такая технология действительно существует, и она вроде как работает. Могу так прокомментировать. Так, давайте тогда, наверное, вопрос из чата. А есть ли сравнение с ahead-of-time компиляцией? Вот что, Саша, думаешь про это? Ой, ну, скажем так, а вот компиляция и сравнение – это очень такой холиварный вопрос. Почему? Потому что даже если там начинать задавать вопрос вообще, что быстрее, JIT-компиляция или от компиляции, там сразу всплывает куча подводных камней, типа у вас просто от компиляции или у вас какая-нибудь там аграли ВМ платная, в котором есть от компиляции с PGO, где у вас там дополнительное допрофилирование идет. А какая у вас версия? JIT-компилятор. В общем, знаете, на этот вопрос нельзя просто так ответить. Это суперсложный вопрос. Поэтому что будет производительнее, JIT-компилированный код или AOT-компилированный – это ответ, на которого нет однозначного ответа – да, нет. Окей, принято. Так, перед тем, как перейдем к следующему вопросу, просьба обратить внимание на QR-код и поблагодарить нашего замечательного докладчика собственной обратной связью. Мы же благодарны ему за его выступление. И более того, вы сможете там перейти в чат доклада и задать вопросы уже через чат. Так, был последний вопрос через чат. Давайте с зала тогда. Сейчас, видимо, подойдут с микрофоном. А можно… Не включен. Да, секунду. Он выключен просто. А попробуй еще раз. Алло? Да, слышно. Скажи, можно ли некорректным прогревом запороть производительность, итоговую производительность всего приложения? То есть если боевая часть приложения угодит в uncommon trap, то, соответственно, код там будет интерпретироваться. Когда он все же скомпилируется заново, когда пойдет боевая нагрузка, возможно ли, что производительность итоговая будет ниже, чем если бы изначально был бы хороший прогрев? То есть если изначально прогревать не то, то есть, грубо говоря, там 10 тысяч запросов на слэш-актуатор, а основная нагрузка на дата-сорс и базу данных. И речь про итоговую производительность. Ну, опять же, это все по месту зависит. То есть нельзя прям так сразу сказать. Тем более, если у нас работа с базой, да, это вообще, скорее всего, на ЮА, а не на ЦПУ, какие-то вычисления все прицелено. Ну и плюс, вот on common trap, это некоторая локальная инструкция про то, что именно вот это вот место, которое было скомпилировано, оно больше невалидно. Но это не значит, что если вы там наступили на on common trap в одной функции, что-то у вас там все как-то каскадно развалятся. Там тоже это, скажем, по-разному бывает. Надеюсь, я ответил на вопрос? Ну, то есть, если on common trap, то оно... Оно не глобальное, это не глобальный эффект, это локальный эффект вот именно этого места, которое мы оптимизируем. Но потом в итоге оно заоптимизируется. Да, ну, конечно, вся вот эта вот процедура сбора статистики, последовательный бюджет компиляции, она вся начнется заново. Просто иногда это критично, иногда это не критично. В случаях, если это критично, это принесет вам проблемы. Спасибо за ответ. Так, окей, давайте еще вопрос тогда из чата. Для технологии восстановления состояния, родинау или крак, все равно требуется хотя бы раз прогреть виртуальную машину. Этот процесс может потребоваться повторять при изменении кода. Какие рекомендации по оптимизации этого первого прогрева? Как вы решали ее в трейдинге, чтобы не опоздать на первых 10 тысячах реальных транзакций? Да, да. Вопрос, в принципе, очень логичный. Ну, как мы говорили, на старте у нас разные цены. Один – это когда мы становимся из уже горячего образа, когда нам уже надо быстро работать, у нас уже есть какая-то готовая статистика. Это там вот для этого, например, крак хорошо подходит. Случаи, когда у нас никакой статистики нет, нам надо работать с первого раза быстро, он самый ужасный. Поэтому в лготрейнинге для Java это все очень-очень больно. Поэтому в случае алготрейнинга приходится комбинировать разные вещи. Например, вначале как-то там прогреваться, а потом уже пользоваться или ReadyNow, или краком, чем-нибудь еще. Ну и второе – это то, что у Azula как бы он внутри себя хранит вот эти вот все статистики, но даже если какое-то одно место поменялось, это не значит, что все остальные места сразу проинвалидировались. Он может все еще статистику использовать в других мест. Поэтому вы же не переписываете весь проект заново с нуля. Ну, если там какие-то некритичные функции, там, они не связаны именно с торговым ядром, вы не знаете, что-нибудь там в мониторинге поменяли, в принципе, можно тогда и старый профиль в случае ReadyNow использовать. Он подтянется, будет использоваться старый. Да, но в любом случае, наверное, стоит добавить, что вот такой вот кодстэшинг все равно сильно усложняет операционную часть того, что с этим сложнее сильно работать становится. Да, да. Работать с этим тяжело, это правда. Так, окей. Давайте, наверное, еще вопрос из чата интересный. Зачем краку данные в снапшоте, а не только код? Есть ли способы чистки снапшота от данных ради безопасности и уменьшения работы снапшота? Ой, размеры, извините. Я понял. Ну, вопрос интересный. Как мы говорили, крак используется для себя крио. Крио — это просто восстановление и сохранение образов польских процессов. Поэтому эта технология вообще как бы находится внутри ядра, и навряд ли она знает, что там существует какая-то джава, которая есть там хип, есть там код кэш и прочие области памяти. Она про все это не знает. Поэтому не уверен, что вот такая вот вещь, которую спросили, она существует. Потому что, скорее всего, именно для крио, который все это восстанавливает, джава просто непрозрачный. Он не знает, где что находится. Это все просто единая память, с которой мы и восстанавливаемся. То есть я правильно понимаю, если это на основе крио, то это только на никсах будет работать? На чем будет работать? Только на никсах. То есть, допустим, на Windows это уже, ну, крак уже не будет работать. Ну, насчет винды, конечно, вопрос непростой тоже, потому что я с ней не так плотно работаю. Крио — это технология прямо внутри ядра Линукса. Поэтому насчет винды я не уверен. Мне кажется, там вообще такого нет. Если про архитектуры, по-моему, на арме тоже все работает. Ну, вот это вот крио технология, она работает. Это все должно работать так же. Да, скорее всего, это будет Линукс-технология. И, скорее всего, там большинство поддерживаемых Линукс-платформ будут... Ну, крио очень давно существует там, с незапамятных времен. Ну, правда, если вы будете все это повторять у себя дома, на каком-нибудь Ubuntu, например, 22, там, короче, крио выключен по умолчанию, его надо включать, чтобы это все заработало. Это неочевидный момент. Это интересно, кстати говоря. Так, давайте, наверное, последний вопрос из зала. И Александр определит, кому же уходят эти два замечательных пакетика от компании Мирплатформ. Да, слышно? Вопрос такой. Когда вы описывали способ в лоб, когда мы ставим просто ив и шлем тестовые запросы, и они отправляются в заглушку. Вопрос. Почему заглушку просто не вынести на уровень роутинга трафика? То есть, к примеру, Istio, Envoy, мы шлем тестовый трафик, и Istio сам решает его отправить в заглушку и в какой-то момент просто переключает в нормальное место, и все. Да, да, да. Ну, конечно, это абсолютно верно вы говорите. То есть, на самом деле, прогревать так и надо, какую-нибудь инфру переключать именно через сетевые уровни, так и делают. Но в случае, когда по-простому так делают, как я показал, это пример чисто иллюстративный, чтобы показать, что так не стоит делать. Потому что надо делать ровно так, как вы и рассказали. Через какое-то переключение проксии и прочего. Но, кстати, там тоже есть риск. Я вот помню, что пару лет назад была новость, что какой-то фонд что-то перепутал, и прогрев случился на настоящей бирже, и фонд очень скоро закончился. Не у нас ведь. Нет, не у нас, не у нас. У нас-то все было отлично. Ну да, самая основная проблема с этим подходом прям стремно. Вот. Так. Саш. Да. Ну, давай вот этому человеку. И вот спрашивали про распределенный джит. Мы, к сожалению, не видим людей, которые задают вопрос, особенно из глубины зала. Так что просьба, вопрос был про распределенный капиллятор. Про распределенную джит статистику. Всем большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ